Всем привет! У нас в студии Евгений Овсеевич, ведущий программист-разработчик ВК на Android. Привет! Евгений Овсеевич, 24 года, тимлид ВКонтакте, стаж работы, 6 лет, хобби, путешествия и иностранные языки. А кому нам благодарен-то вообще? Не знаю, ты должен был задание придумать. Я знаю, что будет в подводке к твоему ролику. Расскажи немножко о себе. Ну, я работаю ВКонтакте уже 3 года, пришел обычным разработчиком, сейчас уже руковожу небольшой части команды разработки под Android. Моя команда отвечает за архитектуру положения и за прочие общие вещи. Сколько человек в твоей команде? Сейчас 4 человека. Сложно было взять на себя такую ответственность, быть одним из двух людей, которые разрабатывают все Android-приложения такой большой социальной сети? Я тогда как-то об этом не думал, просто пришел и начал программировать. А что ты заканчивал? Я начинал учиться в СПБГУ на факультете прикладной математики, процессов управления. Я там проучился 1 год и ушел. Почему ушел? Я пошел работать. ВКонтакте? Нет, я до ВКонтакте проработал в нескольких компаниях и даже ни в одной стране. Как ты считаешь, современному программисту нужно образование? Это сложный вопрос, ведь области разработки бывают разные. Есть продуктовая разработка, есть более наукоденки отрасли. И, наверное, именно в продуктовой разработке не так важно образование, сколько другие скиллы. Такие, как какие-то навыки в дизайне, видение продукта и прочее. Этому же тоже, наверное, можно научиться? Ну, я этому научился на работе. А что делать молодым людям, которые хотят прийти в продуктовую разработку, писать приложения для ВКонтакте на Андроиде? Я бы начал с каких-то собственных проектов, наверное, чисто для себя. Можно быть, стоит поработать в других компаниях, где меньше уровней ответственности и меньше уровень требуемых навыков. А как обычно проходит рабочий день? Ну, я прихожу в офис часов в 11-12, работаю где-то час-два, потом мы обедаем, и потом уже с небольшими прерывами до, наверное, 9-10 вечера сидим и пишем код. То есть чаще ты работаешь больше 8 часов? Чаще всего, скорее всего, как раз в районе 8, но бывают, конечно, авралы, дедлайны, и приходится чуть-чуть больше 8, там 10. Одно время даже было, работал по 12 часов. Так было, например, с историями в конце 2016 года, когда Андрей Рогозов, по-моему, в начале ноября пришел с идеей, что нам надо отпустить истории, и мы все этим очень загорелись, и в итоге к середине декабря уже истории были запущены. Вообще, как происходит появление новых идей? Кто их приносит? Как они развиваются внутри компании? У нас есть отдельная команда продукт-менеджеров. Они строят планы, они разрабатывают продукты. После этого они взаимодействуют сначала с дизайнерами, и после многих атераций рождается какой-то макет, который мы будем реализовывать, и уже после это непосредственно обращается в коде. Бывает так, что программисты предлагают какие-то клевые новые идеи? Да, тоже часто, довольно часто это бывает. Есть какая-то фича во ВКонтакте, которая принадлежит тебе? Наверное, если взять интерфейс выбора вложений, допустим, в сообщениях, то там очень много фич придумал я. Чем программист под Android, не знаю, отличается от программист под iOS или вообще от бэкэнд-программист? Наверное, одна из главных особенностей – это то, что постоянно приходится бороться с фрагментацией и особенностями в конкретных девайсах. Особенно это сказывается в работе именно за железом, там, с камерой или с аппаратным ускоренным медиакодеком. Там много проблем. Какого вы тестируете под всеми этими девайсами? У вас все в офисе есть? У нас есть команда тестировщиков, и у этой команды тестировщиков есть, мне кажется, уже там пара сотен, есть не больше девайсов под Android, и на них это все тестируется. А можешь прямо сейчас реализовать какую-нибудь новую фичу для Android-приложения? Я прямо сейчас все еще маленько занимаюсь историями, и там есть небольшая задача вставить аватарку пользователя в кнопку создания истории на главной экране. Можно это сделать. Да, попробуем. Давай. Сейчас мы тут видим довольно скучную и унылую синюю кнопку, и мы хотим ее как-то оживить, вставив туда аватарку. И красивый плюсик, чтобы стимулировать пользователя и сдавать новую историю. Сейчас мы просто убираем старый код, отвечающий за показ этого синего, никому не нужного плюса, чтобы всегда показывать аватарку. И также нам необходимо показать новый красивый плюсик справа внизу. Для этого мы заиспользуем то, что нам подготовили наши дизайнеры. И так далее. Всем пока. Ого. Я не буду видеть. Наши- 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 Нам эту штуку нужно показывать только для кнопки создания историй, поэтому нам надо ее спрятать для всех остальных. Мы это просто сделаем вручную. И для своей истории нам надо ее показывать только в том случае, если у пользователя еще нет созданных историй, поэтому тут мы сделаем примерно то же самое. Если история есть, то мы ее прячем. Если нет, то показываем. Также нужно всегда показать аватарку. Теперь. То есть для своей истории мы больше ее не прячем. В принципе, все можно пробовать запустить, проверить, что получилось. Ну, собственно, вот вместо некрасивой синей кнопки, что было раньше, мы теперь видим мою аватарку и этот плюсик. Расскажи немного о процессе разработки. Я уже маленько рассказал про то, как изначально фич придумывается и рисуется дизайн. И после этого, когда уже какие-то макеты готовы, мы начинаем его реализовывать. И, наверное, всегда, когда мы уже пишем этот код, этот дизайн в процессе меняется. Потому что что-то нельзя сделать, что-то дизайнеры не предусмотрели, и это может видеть только разработчик уже в течение разработки. В этот момент решения принимаешь ты или как согласуешь их с дизайнером? Чаще всего решения принимаются совместно с дизайнером. Иногда, если там какая-то спорная ситуация, подключается продукт-менеджер. Еще у вас есть четкое деление на команды или у вас общий отдел дизайна? Команда разработки под Android и iPhone, она делится на продуктовые команды. И, скорее всего, в середине следующего года это уже будет несколько каких-то отдельных команд, сидящих в разных местах. Но команда дизайна, она одна на всех, и пока, мне кажется, деление ее не планируется. Вы планируете открывать офисы и не только в Zinger? Нет, пока только Zinger. Мы просто расширяемся внутри здания, снимаемся на новые этажи. Расскажи о каких-то технологиях. Ну, сейчас в приложении весь новый код, который особо не связан со старым, он пишется на Kotlin, и из фрейморков мы используем сейчас Rex Java 2, но в целом стараемся сторонним библиотекам особо не посвящать, чтобы не раздавать приложения. Используете какие-то анализаторы, коды, линтеры? Ну, встроенный в Android Studio Android Lint только его используем. Что нужно сделать? Не знаю, какое приложение написать, чтобы попасться тебе на глаза и ты сказал, «О, я хочу этого парня к себе в команду». Чтобы прям я захотел человека взять, это, наверное, должно быть приложение, использующее какие-то очень малоизвестные хаки в Android, которые широкой публике неизвестны. Вот тогда, скорее всего, мы такого человека сразу возьмем. Открой какой-нибудь хак, который мало кто знает. Очень мало кто знает, как внутри себя работает стандартная TextView, как она измеряет и рисует текст. Расскажи о том, как проходит собеседование у тебя в команде. Чаще всего процесс собеседования начинается с ответа на несложные вопросы прямо на нашем сайте в разделе для разработчиков. После этого мы проводим короткое скап-интервью, задаем какие-то общие вопросы, и дальше, если мы устраиваем кандидата и он нас, мы продолжаем уже на он-сайт интервью. Оно бывает одно, бывает их два. Там мы задаем технические вопросы, говорим о бэкграунде человека. В целом, наверное, там все стандартно. После этого, если все хорошо, мы даем техническое задание. Оно рассчитано где-то на сутки работы. После этого мы уже делаем выводы о том, будем ли мы работать с этим человеком. Чтобы попасть к вам, первый шаг нужно зайти на сайт, раздел с работы и ответить на несколько вопросов. Да. Или можно написать на иных сайтах, где представлены наши вакансии. Расскажи какой-нибудь вопрос, который ты чаще всего задаешь на собеседованиях. как работает альфа-анимация в андроиде. А можешь нам по секрету рассказать, как она работает? Могу. По умолчанию альфа-анимация в андроиде работает следующим образом. На каждый кадр система алоцирует осклин-буфер, куда рисует нужную нам вьюху и уже после этого рисует нужную нам вьюху на экран. Это нужно для того, чтобы альфа-смешивание работало в корректных ситуациях, когда рисуется несколько вьюх с неполной альфой. И работает это не очень быстро. Это особенно заметно, когда у нас сложная иерархия вьюх, и мы пытаемся делать сложные альфа-анимации выходов из этой ситуации есть два. Первый, мы можем вызовом метода setLayerType с параметром viewLayerType hardware мы можем заставить систему закешировать этот осклин-буфер. Тогда он не будет алоцироваться на карты кадр, но естественно есть минус. Этот буфер все время висит в памяти и жирает ее. Но тем не менее Blink уже работает корректно и в целом это хороший вариант. Вторым выходом является, если у нас вьюха всего одна и нам нужно отрисовать ее на другой вьюхой с альфой, мы можем перепередить у нее метод hasOverlappingRendering, чтобы он всегда возвращал false. Тогда система вообще не будет алоцировать этот offscreen-буфер и будет рисовать эту вьюху сразу с нужной альфой нам на экран. Многие ребята, с кем мы разговариваем в ВКонтакте, очень-очень мотивированы на работу. У вас есть какая-то система внутренней мотивации? Я знаю, у вас есть пыточная. Пыточная какое-то время использовалась для собеседования, но потом решили дать не отказаться. Но все-таки про мотивацию. Как мотивирует сотрудников? Особо никак, просто интересная задача, хорошие условия работы, все. Я знаю, у тебя есть подарок для наших зрителей. Да, я хочу подарить вот эту замечательную толстовку с нашей фирменной собакой тому, кто расскажет про самые смешные случаи с продолжением ВКонтакте. И у нас будет с тобой небольшой блиц-опрос. Давайте. Какую операционную систему предпочитаешь? macOS. IDE какое? Android Studio. Расскажи последнее приложение или стартап, который тебя впечатлил. Мне очень нравится Snapchat. То, как он работает, их дизайн, их подход к инновациям. Что бы ты предпочел, стартап или крупную компанию? Стартап. Почему? Потому что мне нравится быстро делать новые фичи, новые инновационные фичи, которые люди будут использовать. А большая компания, к сожалению, не всегда так. ВКонтакте все еще стартап или уже большая компания? Все еще стартап. На что тебе не хватает денег? На все хватает. Сколько денег клонишь в биткоинах? Нисколько. Почему? Я их давно-давно продал, а сейчас покупать уже как-то страшно. Жалеешь? Нет. Что твои друзья чаще всего спрашивают тебя про ВКонтакте? Чаще всего они пишут про какие-то мелкие баги в приложении или на сайте. Когда тебя заменят роботы? Мне кажется, в ближайшие 10 лет этого не случится. Кем ты себя видишь через 50 лет? Вижу себя на яхте отдыхающим. Каким бы супергероем ты хотел быть? Железным человеком. Почему? Он крутой. А ты? Не настолько. Спасибо, Женя. У нас в студии был Евгений Овсеевич, ведущий программист и разработчик ВК на Android. Вам спасибо. Спасибо.